вот друзья что я приобрела по вашим советам всем привет всем здравствуйте я приехала скупина в общем меня старость дома не достанет я в дороге я в пути все покончалось все подъели все ничего такого съедобного не осталось пришлось ехать немножко отовариваться в общем в одном магазине я отоварилась рука болит таскать думаю ну советовали мне купить вот такую коляску зашла в магазин она стоит одна нету выдвижной ручки вот это я сразу знаете не обратила внимание а когда я ее уже купила потом до меня дошло что надо было еще чтобы была выдвижная ручка но там она стояла одна остальные дорожные большие в общем за полторы тысячи строго рублей меня ступили до полторы тысячи 30 килограмм вы знаете я сразу сумку туда поставила действительно какое облегчение какое же это облегчение вот все туда сложила и поехала потом еще пятерочки на вокзале я добирала так меня сумку я собрала саша мне встретил на остановке на квадроцикле эту сумку мне привез саша а я уже с этой коляской доехала вот удобно действительно удобно так но она вот так вот колесики здесь большие она как-то вот так вот соединяется складывается единственное что да это под мой рост маленечко нужно чтобы ручка выдвигалась и я сама себе думаю может такой навал без и продается что можно что-то прицепить сюда чтобы ручка была по длине и деревянной так ну ладно в общем купила девочки это мне и на зиму и на лето руки уже никакие таскать все в руках это идешь плечи больнее все это тяжесть страшная думаю разорюсь один раз и не хватит не знаю деревенская все ремень ездит такой вот коляской уже лет 5 вот давай красота общем что я тут настраивала сразу покажу девочки видео выпустила в купе на ей написал там на это сын уехал обещал вернуться смотрю же комментарии там пошли в общем я приехала сразу давай сердечки ставить почитала комментарии чуток отдохнула и вот я думаю сделаю вам это что я купила показать зашла на вангере забрала свои свой самый главный свой этот покупку свою или как ли называем господи меня все вылетело с башки сонина тут немножко и моя в общем я покажу вам тоже развернулась не терпится посмотреть посмотрела так ну пока продукты в общем здесь все молочное тот раз на меня ругались что я тут все гривлю шуршу я не знаю давайте я сейчас выложу отключусь выложу чтобы не шуршать и вам буду говорить сдвинское масло полкило точные цены не буду говорить прям копейка в копейку 300 с лишним рублей купинская наша маша масло ведь не дают на продажу дата берегу дата на экспорт отправляют в общем нашего нет а вот звенская я брала тот раз тоже звенка масло хорошее все мы съели нету ничего творог наш купинский полкило я взяла 150 тысяч рублей сметанка по моему 81 рубль 20 процентов в общем наша купинская молоко наша купинская 111 рублей жирность 3 2 объем 1 и 4 литра слышите дружок подбывает гулять хочет хочет гулять да нет и последний кусочек сыр российский мы уже отрезали пробовали я вам показываю тоже на 200 с лишним рублей я забрала этот кусочек на бутерброды дети любят знаете вот такой они же сильно вареного то не хотят им надо что-нибудь такое вкусного так и вот колбаски купила у нас открыли магазин монеточка я говорил для кому я говорю где-то говорила что открыли магазин монеточка я зашла туда хороший магазин все я вот эту колбаску взяла дым дым и но она такая вот сырокопченая вкусная попробовать как он воет бедный плачет дружочек ну что ты там дружочек не надо плакать сейчас я выйду к тебе так ты же встречал меня ты же видел что я пришла так это масло вообще подорожала слобода мне сказали берите слободу я это время беру что она там ее не горит ничего не этого лишнего рублей может быть здесь больше а один литр наверное здесь а нет номер один в россии может быть здесь побольше этого не знаю где тут смотреть на короче на литр поэтому масло ой какая красота сумочку доставать все эти лапши у меня все подъели я переварила шибетинский 59 рублей булочка хлеба хлеб подорожала этот хлеб черный я брала 47 рублей семечками а этот тоже 40 с лишним рублей в общем подорожал хлебушек так что тут у меня еще есть вот девочки у монетки я набрала конфет по 290 рублей килограмм всякие разные и конфеты здесь не плохие вот здесь вот ярче мне нравится потом чего мама муча чача какая-то мучача в общем и тут хорошие батончики сливочные общем неплохие конфетки я не знаю килограмма наверное нет а может есть в общем 290 рублей дети дети я что-то стало меньше как конфет есть в общем ребятишки таскают что едят так и купила там чай 299 рублей вот такой чай в монетки помимо пачку прижала чай тоже идет зон с собой брала передавали дочь но его слава богу не оказалось так больше ничего здесь нет а здесь друзья я брала мясо 2 килограмма фарша по 399 рублей 2 килограмма и взяла антрикоты килограмм наверное сейчас покажу вот антрикоты в общем куда я хотела за мясом пойти я же пешком сегодня на автобусе сильно далеко идти пешком там такое знаете но свежие не заморожены и там и косточки отдельно там я тут раз показывала там все можно по отдельности взять все такое свежее это все замороженное было уже оттаяла пришлось и там дешевле вот поэтому я не стала много набирать я вот взяла вот антрикотов килограмм и два пакетика фарша может быть я туда потом с Андреем уже съездим за мясом вот девочки килограмм вот здесь больше конечно не накладывает больше килограмма может и меньше ему что постряпаю знаете в общем кефир взяла это печенька юбилейная рублей уже начали попробовать вкусная печенька свежая ну и чокопай роман был он без этих паев никуда давай ему все я возьму сюда наверх спрячу он попадет показывать пальцем чтобы я достала я стою он берет мою руку поднимает вверх чтобы я вот воровая чокопая ему подавала ну и взяла ребятишка саша да соня здесь так все сумка одна пустая теперь это сумка теперь это сумка это сумка так это сливы наверное называются сливы в общем я взяла килограмм 149 рублей ну я немножко сделала попробую вот такой вот мягенькие вроде бы это в пятерочке на вокзале на вокзале в пятерочке 4 помидорка 139 рублей они не очень спелые а вот и брать не стала у меня еще есть вот не доедет ну а здесь вот и крупный горох желтый колотый хороший чистый горох опять эти банки рис пропаренный я люблю пропаренный рис белый не люблю почему-то не знаю я из белого начнется готовить мне все слипает он слизится весь кучей с этим более-менее получается в общем конечно килограмма не совсем мало по 59 рублей два раза и все и почти нет здесь взяла 4 луковицы дела больших думаю напополам хватит 2 4 6 8 на 8 дней и каждый день готовить в общем думаю там уже свой может подрастет дела по 36 рублей а у нас на 63 что ли вроде бы как по 99 рублей 4 апельсинки взяла вот вот девочки я потратила все где-то чеки я складывала сейчас я не найду где чеки в общем в одном втором ну тысячи двеная с лишним я потратила не считая мясо на продукты так теперь сейчас я вот это приберу и покажу что я получила с балберис друзья и свалберис я забрала заказ вот такой вот секатор дети сложились и купили мне секатор потому что вы видели весной да я всю весну с ножовкой с ножовкой все пилила ветки я тебе эту руку угробила правую она же рабочая рука нагрузка все на плечо общем теперь я довольно раздовольна я его рассмотрела сейчас вам покажу так ну а соня здесь папа выписал и на мой этот адрес ручки гели нет неделю я не знаю какие ручки тут 50 штук ручек для школы вот такая вот такой органайзер я посмотрела здесь какие-то ящички открываются в общем все сюда складывать это что это не знаю что то там здесь тоже в общем это ее заказ а это мой заказ сейчас давайте посмотрим и обязательно я пойду его испытаю ой я такая рада я такая довольная все пленами опять затянула вот все кругом затянуло кленами я на них посмотрю посмотрю мой секатор этот пружина вылетела которая ручной раз стригану надо пружина вот так вот надо делать раскрывать его раз стригану опять раскрывать надо ну ё-моё в общем я промучилась а теперь вот мне будет красота он хорошо так как кейс как в кейсе чемоданчик такой вот название так я не смогла что-то толку его прочитать вот какое название владеет английским языком в общем легкий прям легенький вообще можно даже не весовый перчатки перчатки наверно не знаю подарок ложат что ли может быть работать на них в общем такие перчатки интересные вот перчатки здесь наверное инструкции как собирать так что в общем я его так рассмотрела потрогала девочки посмотрите легенький легенький вообще о какой он эти так теперь бы его собрать вот как правильно я то его посмотрела ключики здесь смотрю есть вот ключики может подтягивать какие эти так теперь что сейчас в комплекте что тут еще вот друзья ножи в комплекте идут вот они запасные а какие острые при острые вот так ножи ножи так идея дело теперь что вот эти вот наверное это аккумуляторы 22 штуки и вот это вот зарядное устройство если потянет его можно заряжать и попробую его собрать как он собирается так аккумулятор нужно вот так наверно пазы вставлять о точные друзья посмотрите вставляется аккумулятор а это наверно ручка на это назад так защелкиваем обратно ну такой же легкий такой же он ловкий ну надо же так теперь чё заработал друзья так потом мы выйдем а тут что пишут а тут что пишут 98 они заряженные 98 процентов три раза я клацнула и три раза отобразилась а сколько я клацнула все здесь записывается умный умный этот секатор лапочка зелененько горит зачем включен он чё это друзья ну-ка так с краешку пособую ой невесомый как по маслу режет я думала толстая ветка будет нет у кого-то еще прям оба очень хорошо режет надо же вот представьте она вся сухая а я мучилась вот этим вот здесь нету пружины каждый раз нужно щелкнуть каждый раз нужно а это надо нажимать со всей силы нас это нужен а это вот я так не полезу вот так сделаю все таки вот это вот она не тонкая ой вообще красота нижняя надо убирать вот сучок опа вот она ох ты здорово господи как он режет хорошо ой как хорошо здесь сидеть а я ведь не сижу не все никогда вот никогда никогда сесть чтобы посидеть все все как говорится в движении в движении в движении здесь прямо обдувает хорошо вообще замечательно ой там не видно да штаны постирала сашины еще с утра они уже высохли нужно снять с веревки так и все друзья видео наверное так большое затянутое всем пожелаю крепкого здоровья всем всего хорошего всем пока пока спасибо за комментарии спасибо что смотрите спасибо что подписываетесь на дзен всем всего самого хорошего всем здоровья будьте все здоровы и счастливы